Всем привет! И сегодня мы с вами добрались до темы «прилагательное». Вас, наверное, мучают вопросы, почему к одним прилагательным на конце добавляется «е», а к другим «нет». И сегодня мы как раз рассмотрим этот случай. Обратите внимание, где стоит прилагательное. Оно стоит перед существительным в атрибутивной функции. Так они образуют вместе словосочетания. В этой ситуации будет действовать следующее правило. В разных книгах оно записано по-своему, я предлагаю вам свой вариант. Смотрите на схему. Если у нас существительное «д» артикля, и перед ним стоит прилагательное, то мы смело можем добавлять «е». Множественное число тоже сюда относится, так как мы знаем, что все существительные во множественном числе имеют артикль «д». И давайте сейчас посмотрим на примеры. «Де kleine кат», «эн kleine кат», «je kleine кат», «deze kleine кат», «deze kleine кат», «de bloem» «is roод», «de rode bloem», «en rode bloem». «Mijn auto is snel», «mijn snelle auto», «en snelle auto», «en snelle auto», «de fiets» «is blaу», «de blauwe fiets», «en blauwe fiets», «deze hond» «is boos», «deze boze hond», «en boze hond», «en boze hond», «de jongen» «is lui», «de luie jongen». «Een luie jongen», «de bloem» «is rood», «de rode bloem», «en rode bloem», «en rode bloem». «Mijn auto is snel», «mijn snelle auto», «en snelle auto», «en snelle auto», «de fiets» «is blau», «de blauwe fiets», «en blauwe fiets», «en blauwe fiets». «Een boze hond», «de jongen is lae», «de laie jongen», «en laie jongen». «И тут начинает казаться, что всё очень просто, но все проблемы происходят существительными с хэт артиклем. Здесь нам надо обратить внимание на то, является ли это существительное конкретным. Если, например, присутствует сам артикль хэт или указательное, притяжательное местоимение, то мы смело можем поставить букву «е» к прилагательному. А вот если у нас стоит неопределённый артикль, или артикль совсем отсутствует, например, с вещественными неисчисляемыми существителями, то «е» мы больше не добавляем. Посмотрите на примеры. «Het land is mooi», «het mooie land», «mijn mooie land», «dit mooie land», «een mooi land», «koud water». «Het huis is warm», «het warme huis», «een warm huis», «het bloed is rood», «het rode bloed», «ше »i» «rood bloed», «o». «Je dier is groot», «je grote дier», «een groot dier». «Dit ei is wit», «dit witte ei», «een wit ei». Спасибо за просмотр! И даже если вещественное прилагательное не оканчивается на ен, его форма все равно остается неизменной. Субтитры создавал DimaTorzok И по традиции вы уже сейчас можете опробовать это правила на практике. Переведите следующие словосочетания. Ответы вы услышите и увидите в самом конце. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...